Владыка, Господи, Ветра, Туни Наша, Светы, Господи, Ветра, Туни Наша, Имени Твои города, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Богу, Сына, Святому, Господь, Имини Три Святой, Вовремя, О, Алина, Очень ваш, и Женщина, и Свет, Да светит Твоя имя Твоя, Да привет, Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Да будет воля Твоя, Да будет воля Твоя, Да будет воля Твоя, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, 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 Господи, помилуй. Вечная память. Вечная память. Милости Божие, Царство Небесное, Господи, помилуй. 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 Сегодня мы получаем день рождения отца Сергеевича, который был, можно сказать, сам Пушкин – это и есть выражение души русского народа. Это, можно сказать, материализация. Потому что, с одной стороны, это гениальный поэт и вообще разносторонний человек и историк. И владелённый всяческими дарованиями. А с другой стороны, это человек, который был тесно связан и с народом, и с культурой, и с дворянской культурой. И для нас он ещё важен ещё и потому, что по существу первые, наверное, стихи, которые слышат дети, когда они начинают уже осознавать, что это, конечно, в том числе и стихи Пушкина, его сказки. Поэтому Пушкин нас сопровождает всю нашу жизнь. И поэтому наша молитва об этом, можно сказать, мятежном человеке, потому что мы понимаем, что это был человек страстной натуры, можно сказать, даже с африканской кровью. И поэтому он тоже был верным сыном из своего Отечества и верным сыном своей Церкви. И, несмотря на всю свою, весьма бурную жизнь, он закончил свою жизнь покаянием, глубоким покаянием, и всегда осознанал себя частью нашей Церкви Христовой. Так что Господь даупокоит его все неправедных праведных, простит ему все согрешения вольные и невольные, и всем, в конце концов, воскресит вечной жизнью. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!